Лекция по Бхагавадгите, как она есть, первая глава, тексты 41 и 42. Прочитана его божественной милостью, Ачебхактивидантой, с вами Прабхупадой. 29 июля 1973 года в Лондоне, Англия. Перевод. Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода, праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду. Когда рождаются нежеланные дети, забываются все семейные традиции и обязанности. В настоящий момент никто не знает о жизни после смерти. А ведь такая жизнь связана с семьей, предками и потомками. В наше время об этой науке ничего не известно. Люди в большей или меньшей степени превратились в животных. Не более того. У животного нет понимания таких связей. Вся его жизнь — это просто изо дня в день есть, спать, заниматься сексом и в конце концов умереть. Но искусство тонкого регулирования семейных отношений сейчас забыто. При этом люди очень гордятся своим прогрессивным знанием. Итак, нежеланные дети, как мы ранее говорили, если женщина — куластрия, семья, между семейной женщиной и проституткой — большая разница. В Индии до сих пор существует класс женщин вольного поведения, проституток. Они не относятся к семейным женщинам. Но на куластриях семейных женщинах лежит огромная ответственность. Есть такой стих. Дхара — значит жена. Жена может помочь человеку подняться на райские планеты. И дхарма-артха-кама. Она помогает ему постигать религиозные и духовные знания, следовать дхарме, ардхе — достигать экономического преуспевания, кама — удовлетворять чувства, дхарма-артха-кама и также мокша — достигать освобождения. Жена очень важна. Если у мужчин есть праведная жена, она может помочь ему в этих четырех принципах жизни. Если мы сможем воспитать хороших жен, если общество воспитает девушек как добродетельных жен, такие жены становятся для мужа источником неисчерпаемой энергии. Однако, если они теряют чистоту, то становятся источником варна-санкары. Наглядный пример варна-санкары — это современные хиппи. И это происходит не только в странах Запада, но по всему миру, включая Индию. Поколение хиппи — это поколение варна-санкары. Когда такое население увеличивается, наши нынешние, да и следующие жизни превращаются в ад, Наракаева. Мы своими глазами видели, как в последние годы, особенно в Калькутте, жизнь превратилась в ад. в особенности молодое поколение настолько развратилась, что нельзя уже спокойно пройти по улице. вас где угодно могут окружить парней и ограбить. Вы ничего не сможете сказать. Полиция вам не поможет, правительство тоже. Не получив воспитания в традиции варна-санкары, эти нежеланные дети превращают в ад нашу нынешнюю и следующие жизни. После смерти, согласно положениям вед, пинда-удака — члены семьи по меньшей мере раз в год должны подносить предкам пинду в виде вишну-прасада и воды. В ведической культуре в определенный месяц в году все люди предлагают пинду и удаку своим предкам. тарпана в течение недели или двух. Смысл в том, что если какой-либо член семьи сошел с пути праведной жизни, иногда из-за греховных поступков и чрезмерных привязанностей человек становится привидением. Привидения существуют, будто предопишачи. Они не только становятся демонами в этой жизни, но и после смерти их ждет жизнь привидения. они не получают физического тела, но остаются в тонком теле в форме ума, разума и эго. в наказание за свою отвратительную, греховную жизнь их лишают возможности жить в физическом теле. Без грубого тела мы не можем наслаждаться. С помощью одного только ума я не могу наслаждаться расогулой. Мне нужен язык, нужны пальцы, руки, чтобы взять ее. Я могу представлять, что ем или беру расогулу, но на самом деле я не получаю вкуса. Итак, нам необходимо физическое тело, потому что каждое живое существо приходит в материальный мир наслаждаться. С этого начинается наша материальная жизнь. Когда мы забываем о служении Кришне, мы тут же получаем материальное тело от материальной природы. Итак, для наслаждения нам необходимо грубое тело. Дух, духовное тело, также очень тонкое, как и астральное тонкое тело. Нам необходимо физическое тело. За свои тяжелые грехи живое существо не получает физического тела. Поэтому Лоптопендодека Крия допускает, что некоторые из моих предков стали призраками и лишились грубого тела. Благодаря Пиндодеке Пинда — это Вишну Прасад, который мы предлагаем предкам. В Индии до сих пор есть место под названием Гая. Вишну Темпо, там находится храм Вишна, и по традиции все индусы, хотя сейчас они уже не ходят, они даже не верят в это, все забыто. Из-за нежеланного потомства они утратили к этому интерес, к семье, к Пиндодеке. Они просто едят, пьют, веселятся и наслаждаются. Но, как видите, пять тысяч лет назад Арджуна не был брамином, не был он и саньяси, он был грехастой, домохозяином и принадлежал к царскому сословию. Он на поле битвы, он не ведантист, но только посмотрите, насколько совершенны его знания. Такова ведическая культура. Человек может и не быть брамином. Брамин находится на высоком уровне. Сатья, Шама, Дама, Титикша, но даже кшатри были очень образованными и воспитанными. Только посмотрите, он слушает, как Кришна рассказывает Бхагавадгиту на поле сражения. Сколько у вас свободного времени на поле битвы? Эта беседа произошла между двумя армиями, когда Арджуна был уже готов выпустить стрелу Шастра Сампаты. Он преисполнился жалости. Кришна, я вынужден убивать своих родственников. И он начал пояснять. Какой грех я собираюсь взять на душу? Итак, просто попытайтесь понять, какими благородными были эти люди. Эта беседа Бхагавадгита произошла между Кришной и Арджуной на поле битвы, перед самым началом битвы. Много ли у Арджуны было времени? В лучшем случае полчаса. Не больше. Итак, Бхагавадгита была поведена Арджуне за полчаса. И он понял ее и согласился сражаться. Да. Только представьте, каким ученым и образованным он был. Сейчас эти именитые ученые маститые теологии изучают Бхагавадгиту годами, но не могут ее понять. Прочитав Бхагавадгиту, они обвиняют Кришну в безнравственности. Один профессор в университете Оксфорда, профессор Бхагавадгита автор книги пришел к выводу, что Кришна аморален. Это говорит о том, что он не понял Бхагавадгиту. Ни один демон или человек третьего сорта не способен понять Бхагавадгиту. Сама Бхагавадгита говорит об этом. Кришна говорит Арджуне, я сообщаю тебе древнее знание Бхагавадгиты, науку о Боге, которую я передал Богу Солнце миллионы лет назад, и поскольку Парампура прервалась, я выбрал тебя, ибо Бхакто Семе Приоси, ты очень дорогой мой друг и Бхакта. Итак, Бхагавадгита не предназначена для демонов или Абхакт. Первое условие необходимо быть преданным Кришне, тогда это знание откроется, в противном случае невозможно. Именно так. Если вы преданны Кришне, то очень легко поймете Бхагавадгиту. Арджуна, например, понял ее за полчаса. Другие не способны понять. С одной стороны, люди того времени были настолько образованы, настолько возвышены, что могли говорить об абсолютной истине и понять ее за полчаса или за час. В те дни в книгах нужды не было. Память у людей была такой острой, что стоило им один раз услышать слова духовного учителя, они никогда уже не забывали их. С наступлением Кали многие качества будут исчезать. Одно из них память будет ослабевать все больше. Люди будут становиться все слабее, они лишатся сострадания, их мозг уже не будет таким сильным и ясным. Все это описано. Мы не можем даже представить себе, каким мозгом был наделен Арджуна. Нужно сказать также о том, что Бхагавадгита является частью Махабхараты, а Махабхарата была написана для Стри Шудра Двиджабанду нам. Стри, женщина, Шудра и Двиджабанду. Двиджабанду это тот, который родился в уважаемой семье Браманов, Кшатри, Ващих, по крайней мере в семье Брамана или Кшатри. Однако не наделен качествами Брамана или Кшатри. Такого человека называют Брама Бандху, другом дважды рожденных. Дважды рожденными считают Брамана Кшатри и Ващих. Первое рождение человек получает от родителей, второе, когда получают ведическое знание духовного учителя. Ведическое знание считается матерью, а духовный учитель отцом. Поэтому таких людей называют Двиджа дважды рожденными. Итак, Двиджабанду нам это те, кто в действительности не имеют второго рождения. Они лишь родились в семье Двиджа. Поэтому их называют Двиджабандху, друзьями Двиджей. Двиджабандху. Вы можете быть сыном верховного судьи, но это не значит, что вы тоже верховный судья. Однако сейчас они утверждают, я Браман, потому что мой отец Браман. Нет, это никуда не годится. Может быть, твой отец и является Браманом, но если ты не обладаешь Браманскими качествами, тебя нельзя считать Браманом. Ты можешь называться только Двиджабандху. Итак, Махабхарата была написана для стри-шудр Двиджабандху нам женщины Двиджабандху и шудры. Им очень трудно понять первоисточники вед, потому что они не столь образованы. Поэтому ведическое знание было записано в форме Махабхараты, эпического повествования. Всем нравится читать истории. Так, через истории люди постигают ведическое знание. Поэтому Махабхарату называют пятой ведой. Существует четыре веды. Сама Яджу Рикадхарва. Махабхарата пятая веда. Оно написано для стри-шудра Двиджабандху. Итак, Бхагавадгита это часть Махабхараты. На самом деле она предназначалась для людей невысокого интеллекта, но сейчас даже представители высшей прослойки интеллектуалов не способны понять Бхагавадгиту. Только представьте себе разницу. В былые времена, пять тысячелетний тому назад, эта книга предназначалась для менее разумных людей. Но мы так деградировали, что даже так называемые интеллектуалы не могут понять Бхагавадгиту. при этом он является профессором Оксфордского университета. Вот такие люди стоят у руля общества. Наши лидеры это люди третьего, четвертого классов. Итак, нам приходится ежедневно встречаться с множеством известных людей. Но в действительности мы можем наблюдать, что эти лидеры общества в самом деле относятся к третьему, к четвертому классу. Они практически слепы, но ведут за собой остальных. Поэтому становится понятно, почему общество в таком состоянии. Например, Арджуна говорит здесь, кто об этом знает? Кто знает эту науку о том, что Санкаронаракайва, что общество превращается в ад из-за нежеланного потомства? Кого это заботит? Мир превращается в ад, что вполне очевидно, но они пытаются решать проблему своими методами. Они хотят оставаться демонами и в то же время вести за собой общество. Итак, если сравнить нынешнее положение общества с тем, что было 5000 лет назад, согласно теории Дарвина, 5000 лет назад люди были нецивилизованными. То есть, эта книга была написана людьми нецивилизованными. Представьте себе. Произведения величайшей научной мысли были написаны варварами, а теперь люди стали цивилизованными. Такова теория Дарвина. Дарвина Итак, Арджуна сказал «Пиндао Дакам». В Калькутте жил один известный ученый. Его звали Сарпи Сират. Он был атеистом номер один. он говорил «Говорят, что во время предложения пинда просад и вода направляется к моему предку. Что ж, в таком случае предложите мне что-нибудь на первом этаже, а я в это время буду есть это на верхнем». Он приводил такой аргумент. Но он не знает, что пищу принимать можно по-разному. они не знают, что и в тонком теле можно принимать пищу. Призраки тоже едят, но делают это по-другому. Итак, если даже известный ученый так говорит, то что можно сказать про обычных людей? Если эти так называемые эрудиты говорят столь несерьезно, то естественно другие будут к ним прислушиваться. Поэтому в настоящий момент все поколение прозябает в невежестве и тьме. У людей нет ясного понимания. А без этого, что бы мы ни делали, например, если мы находимся в темноте, то любые наши действия приносят одни убытки. Люди недопонимают, а потому у нас нет ни истинного знания, ни правильных действий и как результат Наракайева. Можешь прочитать следующий стих. Перевод «Прегрешение тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом». Итак, джати-дхарма. Джати, сегодня это слово трактуют как национальный. Но в данном случае джати-дхарма, например, человек рождается в семье Брамана, джати, пшатрия-джати, ваща-джати, шудра-джати. У каждой джати есть свои обязанности. Итак, когда нежеланные безответственные потомки перестают следовать семейным традициям джати-дхармия, они порождают в обществе класс варна-санкары. Все становится с ног на голову, создаются невыносимые условия. На самом деле, так и случилось. Теперь джати-дхарма уже не существует. Все только и знают, что наполняют свои животы. Раньше была строгость. Высшие касты, Браманы, кшатри и ващи, следовали определенным ограничениям. Браман соблюдал определенные запреты и исполнял свой долг. Это называется джати-дхармой. Браман не может никому наниматься на работу. Я уже много раз говорил об этом. Кшатри тоже не может. Равно как и ващи. Только шудра может становиться слугой других. И так в настоящий момент никто не следует этим строгим правилам и ограничениям. Если человек родился в семье Брамана, то не может никому наниматься. Тогда ему придется голодать, потому что у него нет браманских качеств. Он может называть себя Браманом или Кшатрием, но по образованию и по культуре он шудра. Итак, из этих нежеланных детей забыто все. Джати-дхарма, семейные традиции, семейные ритуалы. Нежеланное потомство привносит в жизнь хаос. Поэтому Арджуна предвидит все эти бедствия. Каламетис. Но от этих проблем есть одно средство. Это факт, что мы позабыли о Джати-дхарме. Мы уже не следуем ей строго. Сейчас никто не может называть себя настоящим Браманом или Кшатрием под влиянием Каль-юги. все это сейчас утрачено и появилась Варна-Санкара. Но есть одно средство, только одно. О нем говорится в 11-й песне Шимад-Бхагаватам. Де-бараси-бху-тапта нежеланных детей и пренебрегая Джати-дхармой или Кула-дхармой. Каждый должен признаться в этом. Так как же исправить положение? Единственный путь предаться Кришне. Кришна говорит «Просто предайся мне и ты даже можешь отказаться от своей Джати-дхармы и я защищу тебя». В Шимад-Бхагаватам есть еще один стих «Свад-дхармам чаранам бху-таптхармы» «Свад-дхарма» Это Джати-дхарма. Итак, я могу быть сыном Брамана или Кшатрия и это моя Свад-дхарма. У Кшатрия или Брамана есть свои регулирующие принципы. Итак, Бхагавата и Нарада говорят, что если человек отказался от своей Джати-дхармы, поскольку Кришна просит об этом. Сарва-дхарма указывает именно на эту свад-дхарму Джати-дхарму или разные другие дхармы, которые создал человек для поддержания общества. Например, даже в современном мире мы придумываем множество правил и ограничений. Взять, к примеру, правило ездить по левой полосе дороги. Это необходимо для поддержания порядка в обществе. Таких правил множество. И Джати-дхарма, Кула-дхарма имеют то же предназначение. С духовной точки зрения они не важны. Эти правила могут помочь человеку подняться на духовный уровень. джати-дхарма не зависит от джати-дхармы или Кула-дхармы. Не зависит. Вы можете преуспеть в духовной жизни, даже если не следуете правилам и ограничениям джати-дхармы и Кула-дхармы. Ахай-ту-ки-а-прати-хата. Если ваше намерение обрести сознание Кришны серьезно, то все эти материальные препятствия не могут вам помешать. Достичь сознания Кришны может каждый. Сат Швапачо Мантра Тантра Бишарата Мантра Тантра Бишарата Абва Ишнаба Гурю Насасся Шад Ваишнаба Швапачо Гурю Мантра Тантра Бишарата Человек может следовать джати-дхарме но если он не Ваишнаб если не предан Господу Кришне Ваишнаб это Вишнур Яси Девата Существует множество полубогов Деватов Иногда человеку советуют если ты хочешь такого-то результата поклоняйся этому полубогу например если ты хочешь красивую жену поклоняйся Уме Ума жена господа Шива очень красиво если вы хотите стать образованным поклоняйтесь такому-то полубогу если хотите денег поклоняйтесь такому-то полубогу все эти предписания содержатся в ведических текстах но если хотите освобождения от материальной жизни примите прибежище у Вишну Ващнава и даже если у вас другие желания Шастра все равно советует вам стать Ващнавом таков окончательный вывод священных писаний нет нужды поклоняться полубогам в Бхагавадгите так же говорится если человек теряет голову от похоти то он обращается к разным полубогам чтобы просить у них те или иные блага это Хритагьяна Хритагьяна значит люди лишенные разума если Кришна верховный господь если предположим вы хотите какого-то материального счастья разве он не может вам его дать он тоже может тогда зачем обращаться к полубогам поэтому говорится камай стая хритагьяна если Кришна верховный господь если меня беспокоят материальные желания в сущности бхакти подразумевает полное отсутствие материальных желаний у нас не должно быть никаких материальных желаний но даже если у вас есть какое-то материальное желание вы все равно можете положиться в этом на Кришну нет необходимости принимать прибежище упола богов таков заключительный вывод ведической литературы акама значит преданный у преданных нет желания у них только одно желание стать преданным Кришне это естественное желание если сын желает я стану послушным отцу то это естественное желание или сын может захотеть я положусь на своего отца и обрету счастье это естественное желание подобным образом если человек желает я стану преданным Господа Кришны то в таком желании нет ничего неестественного но когда мы желаем повелевать материальной природой и забываем о служении Кришне это называется васана это материальное желание абилаша мы должны отказаться от таких материальных желаний тогда это бхактия и так даже если мы нарушили джати дхарму и кула дхарму это факт мы это сделали нет смысла это отрицать каждый из нас сделал это в таком случае что мы обязаны сделать какие принять меры ведь мы все нарушили в данной ситуации путь нам указывает Бхагаватам там есть стих Питри Питри Пиндодака Крия мы обязаны предлагать предкам Пинду и Воду но здесь предлагается выход Деварши мы должны Деватам Риши мы должны великим мудрецам Деварши Бутанам мы в долгу перед столькими живыми существами Бутанам и Нринам мы также в долгу перед человеческим обществом Питри нам мы должны Питри предкам Человек освобождается от долгов перед всеми Деварши Бутанам как каким образом Сарабат Манажа Саранам Сараннам Тот кто всецело предался лотосом стоп господа Шаранням Шаранням значит вот мое истинное прибежище что касается других если я предамся кошкам или собакам то как они мне помогут поэтому они не являются шаранням если же по ошибке они избирают своим прибежищем кошек и собак то какое благо получат поэтому шаранням лотосные стопы Мукунды достойное прибежище в этой связи говорится у нас столько обязанностей но в эту эпоху мы все утратили поэтому наш единственный долг предаться лотосоподобным стопам Мукунды Кришны это спасет нас Кришна говорит это не выдумка Кришна говорит я знаю что ты попрал свою семейную традицию свои прошлые устой ты сделал все чтобы быть наказанным за свои грехи но я уверяю тебя если ты предашься мне я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов сейчас мы утратили всякую культуру на нашей совести столько грехов поэтому если мы хотим спасения выход один предаться лотосом стоп Кришны спасибо вам большое спасибо 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 Продолжение следует...